Допустим, кто-то делает зону фудкортов, где-то вот здесь. Соответственно, должны быть коммуникации, подвоз продуктов. А здесь дороги нет. То есть, тоже не совсем продумано. Здесь, в этом проекте, это все учли. Коммуникации, разнообразная зеленая зона, фонтаны, правильно расположенная площадка для выгула собак. Архитекторы и активисты при выборе лучшего эскиза будущего парка в индустриальном районе оценивали комплексный подход. И дали зеленый свет наиболее оригинальным и жизнеспособным работам. Профессионалов зацепила идея использовать глубокий овраг, а не равнять его с землей. У многих есть идея использовать сложившийся рельеф, использовать перепад уровней земли, чтобы создать какие-то многоуровневые пешеходные развязки. Это интересная идея. Она технически совершенно воплотима. Единственное, что, конечно, надо будет укрепить рельеф, укрепить грунт. В конкурсе на лучший облик будущего парка участвовали студенты Алтайского института культуры. Молодежь представила 12 эскизов. Три попали в самое сердце архитекторов и общественников. Один из трех сложно воплотим, но крайне интересен. Из нереального предлагали превратить парк в, скажем, общегородской музей всех городских достопримечательностей, экспонатов. Ну, то есть, как бы, все, какие были там в городе интересные, скажем, артефакты, да, там, машина Ползунова, там, первый паровоз или еще какие-то такие вещи. Была такая идея, вот, превратить этот парк в такой уличный музей, но это, как бы, слишком узконаправленная идея для общегородского парка, поэтому мы ее не отвергли, мы ее немножко подкорректировали. Как раз такого рода идеи, они позволяют и раскрыться молодым специалистам, и в то же время в таких работах, как правило, есть шикарные идеи, которые действительно необходимо будут воплощать в жизнь. Поэтому я уверен, что в каждом из этих проектов есть какое-то изюминка, есть зерно. Но в идеале нам, конечно, еще придется пройти много этапов общественного проектирования, но из них мы сможем сделать компиляцию и сделать то, что в итоге уже будет воплощено в практику и получится действительно востребовано общественное пространство. Лучшие работы студентов будут дорабатывать уже профессиональные архитекторы. Как только сформируется окончательный вариант, то его рекомендуют администрации города для дальнейшей реализации. А пока продолжается творческая работа, неравнодушные жители продолжают оберегать будущую зону отдыха. Оберегать территорию приходится силами горожан. Буквально было у нас несколько инцидентов. С началом снегопадов привозили туда снег, оперативно очень отреагировали. И вот, как мы вчера узнали по итогам реагирования от населения, администрация города, индустриального района установила, загородила въезды на территорию. Конечно же, очень хорошо и нас радует такое внимание со стороны администрации. По самым смелым ожиданиям, очертание нового пространства за Европой может появиться уже через несколько лет. В следующем году будет организовано голосование для включения территории в программу комфортной городской среды. Если жители проголосуют положительно, то в 2025 году появятся средства на облагораживание ныне заброшенной зоны. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.